40-45, я был студентом литературного института, а у Инны Ивана Ростовцы уже было литературное имя. Уважаемое литературное имя, ее знала вся литературная страна. Вы знаете, я могу много говорить, у нее, так сказать, сотни публикаций, много книг. Самое главное, и самое... Вот о ней можно сказать словами даже Самарокова. Самароков в свое время говорил, что для написания стихотворения нужно одиночество, а для отделки его нужен друг. Так вот, именно критик, литературовед, такой вот друг литературный, Инна Ивановна очень многим молодым помогла, многим-многим-многим, так сказать. Писала об очень многих, начиная, так сказать, с Юрия Кузнецова и других, так сказать, которые потом стали замечательными, крупными поэтами. Вот, Инна Ивановна, вот сейчас таких критиков не хватает русской литературе. И от этого, может быть, даже она находится в несколько, так сказать, полуанимичном состоянии. Потому что критик, это, конечно, в какой-то степени, так сказать, вдохновитель. Вот такой критик, как Инна Ивановна. Инна Ивановна, дорогая, я вам вручаю специальную премию 2019 года за большой вклад в современную русскую литературу. И поздравляю вас. Я, конечно, хочу прежде всего поблагодарить членов Попечительского совета, жюри, союз писателей России в лице Геннадия Викторовича Иванова, которого я знаю и помню как очень опытного и мудрого редактора лучшего издательства художественной литературы. Я хочу поблагодарить за то, что, вручая, вручив мне эту премию, они дали мне, предоставили редкую возможность критику, которой всю жизнь занимается поэтий, перечитать прозву великого русского классика, как правильно сказал Шаргунов, неоцененного в полной мере Литского, и прежде всего его замечательное, поэтичное, глубокое произведение «Очарованный странник». Я получила редкую возможность перед этой премией перечитать это произведение и вспомнить места своего детства и своей юности. Это Воронеж, это Митрофаневский монастырь, это Задонск, это святитель Тихон Задонский, это все места, так сказать, Воронежского края. Я должна сказать, что первоначально, может быть, забыли мы, эта вещь называлась «Черноземный теремак». Теремак – это сын Одиссея, который отправляется в поиски своего отца. Так вот, очарованный странник отправляется по черноземному краю в поисках своей родины, своего народа и самого себя. Когда-то позже, намного в другом веке, Андрей Платонов тоже в Воронеже скажет, что есть мера одаренности людей жизни. И вот у очарованного странника Ивана Северьяновича была вот эта мера одаренности жизни. Но рискок выходит еще другую формулу. Должно быть природное дарование плюс опыт. А опыт, как мы знаем, – это сын ошибок трудных, как сказал Кушкин. И вот в результате этого опыта, этих трудных ошибок, он в конце концов находит себя, находит свой народ. И он говорит замечательную фразу «Русский человек всегда пробьется». Надо сказать, что я счетливо увидела, что версты, которыми проходит Версткова, герой Иван Северьянович, прямым путем идут в 20-й век к верстам Марины Светаевы. Ее творник так и назывался «Версты». И там есть потрясающее стихотворение. Над синегою подмосковных рощ накрапывает колокольный дождь. Грядут слепцы калужской дорогой, Калужской песенной, прекрасной, И она смывает и смывает имена Смиренных странников во тьме, поющих Богу. Когда-то австрийский поэт, а я была в Австрии, занималась этим поэтами, многими другими австрийскими поэтами, переводила стихи Траппля. Вот когда-то посетив Россию в начале 20-го века, он назвал ее «Второй Родиной». И он сказал замечательную фразу «Слово должно стать человеком». Вот опыт Лескова, когда мы говорим и размышляем, и спорим о современности, о том, каким должно быть искусство, нам Лесков напоминает. Слово должно стать человеком. Вот как стал человеком очарованный странник, герой Иван Силеянович Галаган. Будем помнить об этом. Спасибо. Всем спасибо. Дорогие друзья, мы предупредили колею славы нашей другой премии «Словеств» и «Связующая нить». Я думаю, никто не станет отражать, если я скажу, что труд художественного перевода сегодня очень нужен и очень важен. Мы живем в другонациональной стране, говорящей о многих языках. Если в средствах период нашей истории русский язык подавался настолько серьезно, что большинство представителей молодого поколения живущих национальных республик могли на языке оригинала читать русскую плачь, а то сегодня дело стоит куда-то хуже. Русский язык, зачастую, отбегается на второй план и подается в школах недопустимой легкости. Вот простой пример. Не так давно мы с деградацией писателей были в Япуте. Это великолепная, красивая земля, территория, которая способна ввести все заблудные европы. Япуты, они еще более русские, чем мы. В заводах Иваны, Сидоры, Василия, Сергея, и Хамильеву, и Кусет Иванова, Петрова и так далее. Вот если возьмем мы такого из молодого якута десятиклассника Ивана Иванова, откуда мы здесь глубины, то можно убедиться, что и по-русски он говорит уже неважное. А читает, и того хуже. Если спросишь его, кто такой Пушкин или Гоголь, он лишь пожмет плечами. А если задашь нам вопрос о православной вере, о вере его отцов и дедов, он вообще тебя обдаст в каком-то взглядом. Потому что сегодня в Якутии насаждается так называемый культ предков, но это не тот невинный культ, который существовал в долгарсианский период народа Севера. Это специально спонструированный на берегах фатамака, очень агрессивный культ, который враждебно относится к всему русскому, особенно к православному вере. А власть наша, как и обычный, безболг. Поэтому нужно возвращать в школы нашу власть в русских переводах, пускать через переведенные произведения Пушкина, Богля, Лермонтова, Достоевского, они возвращаются к стопу, возвращаются к русской классике. Пускай будут существовать, как раньше было, это взаимопродетование культур, оно сегодня так необходимо. Поэтому труд переводчика очень высокий. Я выражаю благодарность всем сегодня от имени жюри вручу награду лучшим. Итак, в древние 2018 года присуждена Елене Олеговой за перевод на болгарский язык книги Георгия Адамовича «Единство и другие стихотворения». Поздравляю, бурят, поэт, меценат, замечательный рюкзак. Меценат — это кличка, понятно. Леночка где-то есть-то, да? Друзья мои, знаете, вот эта премия, если ты думаешь, как ее правильно назвать, премия, за что? Слово не ядрится тоже пропаганда русской литературы. За любовь, потому что сегодня переводчик, который переводит с русского языка на свой родной язык, на болгарский носитель, не важно. Он может только любить Россию. Больше у нее мотивации нету никакой. Поэтому, друзья мои, Леночка, я ее знаю достаточно давно, значит, она волей судеб заканчивала литературный институт наш, кстати, когда это еще было возможно, когда учились представители всех стран и народов, как раз на рубеже развала нашей социалистической родины. Она вообще родом из Родопии, это родина Орфея. Что говорить о поэте, если она родилась на родине Орфея? И особое ей, конечно, внимание за ту переводчику деятельности, за особое внимание к той части литературы нашей зарубежной литературы. Она полностью перевела практически Георгия Иванова, она как бы болгарский язык, она издала монографию о нем, зачтила докторскую диссертацию, и сейчас она недавно выпустила книгу и закончила труд нашего родина. Тоже замечательного поэта Парижской ноты Георгия Адамовича. Леночка, позвольте вручить эту премию и пожелайте близких успехов. АПЛОДИСМЕНТОМОЙ 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ